Ежи и Юра, как вы думаете, протестное движение в России приведет к чему-то? Или наш Санцеликий так и останется до 2024 года, а может быть до 2030? И что будет вообще в 2024 году? Интересно ваше мнение. Ну, я думаю, что Санцеликий, может быть, сам и не будет сидеть до 2030, он просто преемника организует из числа бывших ФСОшников, и все будет нормально. То есть я не думаю, что протесты приведут к революции, к смене власти. О, а я думаю, друзья, что вот к чему-то это точно приведет, только непонятно к чему. Это тот случай, когда я не люблю историю, но люди на ошибках истории не учатся. Нет, к чему-то это приведет. Вопрос к тому, понравится ли нам то, к чему это приведет, блядь, но это куда-то нас приведет. Я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения. Это как в играх Telltale. Выборы уже сделаны, анализ эпизода проведен, мы скачали следующий эпизод, и теперь один, блядь, бог знает, куда нас это все уведет, блядь. Только Telltale, блядь, известно, как история будет развиваться. Болотная, по сути, ни к чему не привела марши несогласных восьмого года, которые там были, даже многомиллионные митинги протеста, они тоже ни к чему не привели особо. Почему? Потому что лидеры протеста, лидеры оппозиции, они в любой момент готовы пойти на старую площадь договариваться. Поэтому они в любой момент протест сольют. Это было в прошлом, это всегда было в прошлом. Нет, почему? Я, наоборот, может быть, как раз с позиции... Ежей, Кремлебот! Хорошо, хорошо, я Кремлебот. Так что я не думаю, что это приведет к каким-то принципиальным изменениям в структуре российской государственности и так далее. Так что нет, скорее нет, чем да. Так, Red Russian прислал нам сообщение. А вы думаете, если бы с площади революции не ушли, добились бы чего-нибудь существенного? Я понимаю, что там до ЦИКа было 100 метров, и шествие было не из щуплых хипстерков. Он про путь, что ли, блядь? Он про, да, вот то, как Болотную там сливали. А были тогда еще и националисты, и нацболы, и прочее-прочее. Но вы думаете, даже если бы на Болотную не слили протест, были бы результаты? Ну, смотри, давай рассуждать не про Россию, а про гипотетическую страну X. Если бы в гипотетической стране X митинг был не на Болотной, а на площади революции, и люди бы не ограничились просто стоянием на улице, а начали бы захватывать госучреждения, то да, возможно, это бы имело какой-то эффект. Но мы не одобряем, и, естественно, мы говорим про вымышленную страну, и, конечно, любые аналогии с настоящими странами... Какие захваты... Я не зря Пусть вспомнил. Живы еще люди, которые помнят, как танки по Белому дому стреляли. Никто... Какие госучреждения захватывать, о чем ты говоришь, блядь? Ты, что ли, побежал бы, карлик ебаный, Наполеон, захватывать в гипотетической стране? Нет, там была толпа, блядь, в несколько сот тысяч человек. Зачем ты, чем себя-то? Да, да. Это как камикадзе. Съебал куда-то в Израиль и говорит, я, говорит, теперь даже Навального не одобряю, потому что он не призывает трассы. Ну, Ленин тоже сначала в Швейцарию съебал и писал, когда арестовывали, знаешь, его вот этих друзей социал-демократов, он писал им, типа, телом я в Швейцарии, тут, блядь, сижу и штрудель кушаю, но душою, душою я с вами в Сибири. Ну, вот, душой на бутылку сядьте, блядь. А в итоге вернулся и все-все-все, власть захватил. Нет, это все подстава какая-то, блядь. Как думаете, после Путина РФ развалится, народы... Чего? Народы Сирии, Кавказа и Дальнего Востока, думаете, не отвалятся? Да никто не отвалится, успокойся. Россию так хоронят уже достаточно давно. РФ спастет только конфедеративное устройство. Я думаю, то же самое примерно писали в семнадцатом году какие-нибудь европейские газеты такие, которые печатались еще. Да, но сейчас в России даже с семнадцатого года нет, так все нормально. Вы не спешите хоронить-то, блядь. Ну, это как хохлы, хоронили-хоронили Россию. Типа, вот Россия сейчас развалится, сейчас развалится, потом бац, и сами развалились, блядь. А Восток отвалился, Крым отвалился. Так, и РФ спастет только конфедеративное устройство. Ой, блядь, все пошло. И что? Ирвично, Мача или Ницше, Марго или Меднис, Ежук или Абдристенные Штаны, Юра или Даймарус, Угол или Блевотина. Ну, смотри, по поводу конфедерации. Ты говоришь, что Россию спасет конфедерацию. Зачем ты отвечаешь? На самом деле конфедеративное устройство, это результат... Ну, я отвечаю, потому что человек деньги заплатил. Это как раз результат тех процессов, которые ты вот напрозрел. То есть ты считаешь, что Россия развалится. Если в России будет когда-то конфедеративное устройство, это уже значит, что она уже, блядь, развалилась. Так что ты путаешь сам причину и следствие. Хороший комментарий в чате. Россию спасет только ликвидация федеративного устройства. Ну да, если Россия будет не федеративным, а унитарным государством, я думаю, это хорошо. Кстати, вот я как могу свои пять копеек вкинуть как экономист. Унитарное государство. Сейчас, конечно, принято вот это как бы все. У нас все строится на основе США, блядь. Но, в принципе, унитарное государство имеет достаточно много плюсов. Типа, отсутствие федеративной структуры, единое руководство и центры. Ну, как бы, блядь, на самом деле... Консолидация усилий. Да, я бы даже вот подумал, а не больше ли плюсов-то, чем минусов, на самом деле. Конечно, больше плюсов. Нет, административное деление будет, безусловно. Не-не-не, ну, любая хуйня, типа, да, должна... Но просто вот отсутствие федеративных каких-то вот таких вот границ, разграничений, вот эта каждая хуйня... У нас такая хуйня была, нам присылали, блядь, у меня же почта есть, я же помощник депутата, запроса по ЛДПР насчет Валежника, что в каждом регионе вроде как Путин разрешил, что все можно собирать... А вот в некоторых регионах они как-то это трактуют так, что вот... Что это неоднозначно, что ты, типа, вроде и можешь собирать, а ты должен им при этом доказать, что ты не верблюд, если собираешься прям... Ну, и вот на самом деле унитарное государство в этом плане, чтобы вот не было такой хуйни, оно бы... Вот спрашивают, а что делать с ханствами внутри РФ? Ну, смотри, будет административное деление, но границы вот этих областей, они не должны совпадать с границами проживания определенных этнических групп, для того, чтобы не было предпосылок к национальному... Да-да-да, по культурно-национальному признаку, я так и хотел сказать, должно быть деление каких-то округов, но при этом это не должно противоречить каким-то общим вот, ну, 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 то есть, как бы... Общему законодательству. Не должно быть предпосылок к сепаратизму, да. То есть, вот, в свое время, как объединили Иркутскую область и Усть-Ардынский, Бурятский автономный округ, и все, как бы... Вот так сделать в масштабах всей страны. Так, далее. Человек с ником ДавайДайма прислал нам сообщение. Юра, вот ты затирал за то, что колониальная политика белого человека – это ужас, и что ты скажешь про Рашку, про захваченные народы Сибири, Кавказа и Дальнего Востока? Ну, мы, кстати, не одобряем то, что как ты называешь Россию. Их тоже надо от Рашки отделить. А Ежи не цепил мочу Бибиньгида, Дурак и Левиафан, Оксана Е. Метаболизм. А, ну, человек Бинго просто закрывает. Ну, ты забыл про оргазм Острадамуса и угла написать. Ну, я не совсем понял, что он хотел сказать, но в целом у нас была... Нет, ну смотри, ты осуждал колониализм, а тебе уже вспомнили, что Россия... Россия прирастала Сибирью, Кавказом и Дальним Востоком. Я еще в том подкасте упоминал, что это никак не связано, ну, как мы, например. То есть соседи – это одно. Мы берем соседей под крыло, и до сих пор у них ЕГЭ по-татарскому, например. Обрати внимание. Обязательно. Типа, то есть они не полностью, как бы, ассимилированы. Ассимилированы, да, но нет ничего... Логично захватывать соседей. Ассимилированы, но не убиты. Ну, это же соседи. Соседи всегда воюют с Польшей, с Турцией. Мы сколько воевали раз, блядь, ёпта, это... Ну, потому что у соседей есть границы. А вот плыть людей захватывать через полмира – это уже несколько другое, как мне кажется. Ну, я согласен, кстати, да. Здесь мы продвигались, как бы, строили империю, вот, типа, как бы, и сейчас мы, одна шестая часть суши, а там просто поплыли каких-то неразвитых... Ну, кстати, вот в случае с прирастанием Сибири и Дальним Востоком, в основном захватывались территории, по большей части, которые вообще не были никем населены. То есть это просто пустые пространства, которые приписывались к своему государству. То есть там буквально никто не живёт. Ни раньше, ни сейчас. То есть плотность населения, в общем-то, достаточно маленькая на этих территориях. Вот. А те племена, которые были, они очень часто добровольно действительно присоединялись. То есть их не нужно было захватывать, там, завоёвывать. Были те, кто, вот, как Чукчи, да, действительно оказывали серьёзное военное сопротивление. Не хотели присоединяться. А были те, кто вполне добровольно шли, потому что, во-первых, для них это была защита от других соседей. Вот. То есть, например, некоторые народы Кавказа, они добровольно шли под, вот, владычество России, потому что они опасались, что их там другие народы могут вырезать. Либо в ряде случаев присоединялись, потому что законодательство было более гуманное. И плюс, ну, как бы технологии, там, значит, в России были более развитые, там, чем у каких-нибудь примитивных народов Сибири и так далее. То есть для них это был шанс как-то вот присоединиться к торговле, там, к всяким таким штукам. Так что всё, всё нормально. КОНЕЦ